12 ноября в городской поликлинике Каспийска состоялась профилактическая лекция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом. По словам врача-эндокринолога, такие встречи и семинары необходимы, так как сегодня количество людей с данным диагнозом неимоверно растет. Данная лекция, она, конечно, сопряжена с тем, чтобы сориентировать людей, напомнить им о том, что профилактику этого заболевания провести реально можно и нужно об этом помнить. На встрече присутствовали студенты Каспийского медицинского училища, которые изъявили желание стать участниками лекции. Ведь по результатам статистики в России подростков больных с сахарным диабетом около 11 тысяч. Среди молодых более распространен бывает сахарный диабет первого типа, но на это заболевание, к сожалению, профилактически как-то повлиять мы не можем, потому что оно относится к аутоиммунным, и здесь методов профилактики нет, к сожалению. Сахарный диабет второго типа, численность пациентов с сахарным диабетом второго типа, она гораздо больше, больше процент, но это как раз то заболевание, на которое профилактически повлиять вполне реально. Первыми признаками сахарного диабета, с которыми уже стоит обратиться к специалисту, являются постоянное ощущение голода, жажда, сухость во рту, тошнота, потеря сознания, зуд кожи и многое другое. Для того, чтобы не допустить необратимых последствий, следует ежегодно проходить диспансеризацию сахарного диабета и соблюдать определенные меры предосторожности. Профилактика является коррекция веса, поддержание нормального веса, нормального индекса массы тела, правильное питание, потому что следствием неправильного питания, нерационального является прибавка веса. Следствием низкой физической активности является прибавка массы тела, и, соответственно, это лежит в основе уже развития заболевания.